К нам на библейский портал Экзекет пришел вопрос, бывают ли случайные смерти? Соломон говорит, не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? В другом месте, не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Конечно, случайной смерти не бывает, потому что смерть в руках Божьих. Когда Господь видит, что жизнь человека дальше не имеет смысла. Помните, как в Евангелии от Марка, по-моему, в 7 главе Господь говорит, что Царство Божие подобно зерну, которое человек бросил в землю, оно пускает корень, колос, семя, а человек спит, встает и не знает, как оно растет. И вот когда будет плод, немедленно посылается серп. То есть, когда человек приносит плод или перестает приносить плоды, и надежды нету, что оно переменится, тогда посылается серп. Поэтому грех человека, бездарно проживаемая жизнь, невыполнение промысла Божия о себе, а у нас о каждом есть промысел, то есть замысел, мысль Божия, что человек может и должен созидать здесь, на земле, чего он должен достичь. Конечно, это все путь к окончанию жизни. Но бывает и так, что Господь забирает праведников, которые, кажется, всем нужны очень рано из жизни. Вот я помню, много лет назад уже Москва в течение года была потрясена двумя смертями. Сначала погиб в аварии отец Алексей Грачев с отцом Романом Тамбергом, который был так всем нужен, у которого было столько духовных чад, который восстанавливал прекрасный храм и был удивительным священником. А потом, чуть больше, чем через год, погиб отец Федор Соколов. Тоже чрезвычайно всем нужный утешение и отрады для сотен и сотен людей. Девять деток у него осталось, младшей дочке было, по-моему, три или четыре месяца. Господь забрал, конечно, не за грехах. Но, видимо, Господь имеет промысел о нас не только здесь, но и там. И там, наверное, человек будет совершать у него какой-то труд. И вот Господь увидел, что эти люди уже готовы для Царства Божия, для нам пока непонятного труда, и забрал их. Для окружающих это страшное горе испытания. А для них это спасение. В книге «Премудрости» еще говорится о том, что Господь забирает человека для того, чтобы он не был развращен окружающими. Чтобы в той чистоте, которая у нас сейчас есть, он сохранился. Потому что Господу открыто будущее человека. И открыты все выборы человека. И он понимает, что сейчас человек ближе всего к небу. Это вершина его жизни. И посылается серп. Но, конечно, мы пытаемся это объяснить, но в этом есть тайна, которая нам будет о каждом отдельно открыта, тогда, когда мы будем там. Не раньше. Сейчас мы пока можем просто предполагать, почему так случилось, а не так. Но это суды Божии. Как мы их можем сейчас узнать до конца? Мы верим, то есть мы доверяем Господу, что так было нужно. Хотя иногда это очень больно.